Граф Иван Шувалов, Михаил Ломоносов и, конечно, матушка Елизавета Петровна встречают гостей в Конгресс-холле. Основатели Татьяниного дня поздравляют студентов сегодняшних. Звучит традиционный гаудамус, как и тогда, несколько веков назад. Студенты ДГТУ вообще-то всегда особенные. Для меня, как для ректора, всегда они самые лучшие, самые хорошие, самые красивые и самые умные. Потому что по-иному я не могу сказать, потому что я к ним отношусь с огромной любовью и я думаю, что они ко мне относятся с уважением. Татьянин день – праздник особенный. Несмотря на то, что отмечают его во время сессии, в этот день ни о каких экзаменах и речи быть не может. Тем более у студентов всегда есть запасной вариант. Монетка под пяточку на удачу. Если не мыть голову, то все будет, в ней останутся все знания. Если загадать желание перед зачатом, просить Татьяну, чтобы она нам помогла, она обязательно поможет. День Татьяны отмечают в ДГТУ уже 21-й раз. За это время в университете сложились особые традиции. Императрица Елизавета узнает о том, что происходит в стенах ДГТУ из первых уст. Ректор отчитывается о проделанной работе. 85 лет в этом году исполняется ДГТУ. И все традиции, которые сегодня имеются в ДГТУ, продолжаются. Продолжается развитие вуза, продолжается прием студентов, абитуриентов. В центре внимания отличники. Самых-самых награждают на сцене. Но дипломы – это еще не все. Те, у кого в зачетке пятерки, получают денежные премии. Они заработали свои оценки, явно не опираясь на приметы. Удача – это не главное. Главное – знание. Просто учить, сдавать, готовиться. Остальное, собственно говоря, преподаватель оценит сам. Нужно просто учить, все зазубрить. Если не получается, просто выучить. И идти смело на экзамен, получать оценки. Надо учить, готовиться и все будет. Праздник праздником, но теперь у студентов начинаются трудовые будни. Сейчас надо собраться силами и закрыть сессию. А там и каникулы не за горами. Виктория Суворина, Мария Якушечкина, Яков Кардо, ДГТУ-ТВ